Сейчас я расскажу историю всей этой проблематики, она очень забавна. Она забавна с одной стороны, а с другой стороны крайне нравоучительна. Оказывается, математикой никогда не рано и никогда не поздно заниматься. Значит, вообще очень забавная история. Итак, примерно в 1960-м, может быть, в 59-м году, задачу отыскания величины f от n предложил замечательный генгерский математик Ляшин. Он предложил задачу, чему равняется f от n. Это же такой выдающийся совершенно комбинаторщик, который прославился в том числе тем, что придумывал самые разные задачи, которые зачастую до сих пор не решили. Ну вот одна из этих задач такая была. И в 1963-м году этой задачей занялись два замечательных геометра, одного из которых ствали танца, другого Грюнг Баун. Что они сделали? Я сейчас просто историю рассказываю, чтобы он так, общий обзор, вам должно быть весело. Что они сделали? Они доказали, что f от f точно не больше, чем 2 в степени n. Ну это довольно сложная теорема, на самом деле, и сегодня я точно ее рассказывать не стану. Но они это доказали. То есть f от n заветомо конечное число, и вот с ростом n оно растет точно не быстрее, чем вот такая геометрическая прогрессия со знаменателем двойка. Ну просто, чем 2 в степени n. Кроме того, они доказали, что в любой совершенно размерности f от n такими меньше, чем величина, которая представлена вот здесь. Ну это, право, несложно. То есть это действительно некая такая индуктивная конструкция, которая чисто алгебраически проверяется, получается не меньше, чем 2 в степени n. А это геометрическая и арифметическая прогрессия? Вот это геометрическая прогрессия, а это, если хотите, арифметическая. Это, конечно, арифметическая, да. Ну просто, ну это обычная прямая линия там. Ну да, арифметическая прогрессия, правильно? Вот так вот забавно, что верхняя и неометрическая, а нижняя и арифметическая. Мне не приходило было бы так это комментировать, но хорошо, давайте так скажем, правильно? Ну, они, видимо, долго смотрели сюда, на этот пример, долго смотрели на свою верхнюю оценку, и показалось им, что этот пример не улучшает, потому что у них не получалось никак геометрическая конструкция, которая получила ту простую. Ну, и получалось. Не давалось почему-то никак. Каким чудом? Я не знаю, если буду это рассказывать еще, ну, не давалось. Тогда они высказали гипотезу, Данцер и Гринбаум высказали гипотезу, вот в этой своей работе, что f от n равняется 2n плюс 1, то есть это ваша самая первая гипотеза, которая написана тут. Ну, они, конечно, экстраполировали не по этим полным числам, а они смотрели еще на свой пример, и им казалось, что этот пример явно, ну, никак нельзя улучшить. Ну, тот пример действительно нельзя было улучшить, значит, по-другому построить нельзя совсем как-то. Ну, вот. Ну, они высказали гипотезу, и надо сказать, что ровно 20 лет после этого прошло, и никто не мог гипотезу ни доказать, ни опровергнуть. С 1963 по 1983 год никаких продвижений в задаче не было. Тогда за дело взялся сам Эрныш. Правда, он инициировал еще одного соавтора, ну, давайте, я перемещусь обратно, отмечать доски. Слово замечательного, тоже венгерского, и на тот момент очень молодого еще математика, по имени Золтон Фюредди. Эрныш и Фюредди. Я, кстати, еще поход изъят поставлю. Давайте. Ударим. Эрныш, по поводу Эрныша, в таком же ключе, вот есть тонкость, значит, если вы откроете практически любую книжку для школьников по комбинаторике, в том числе мою, вы увидите вот так. Я, вот в моих книжках, я просто не смог с этим справиться. Ну, это некое правило русского языка почему-то. Считается, что Эрныш надо писать так. Суть в следующем. На исконном своем венгерском языке он пишется вот так. Читается он там, если очень постараться, я, конечно, не венгер, я не справлюсь все равно, но читается он как-то вот в оригинале типа Эрныш. 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 Но если здесь рисовать вот это вот, то вообще получается Эрдюш. И очень многие прямо так и говорят Эрдюш. Я прямо слышу, причем от взрослых, там, от профессоров, слышу Эрдюш. Вот это ну никак никуда не годится. Услушай написать вот так. Эрдюш. Куда ближе к Эрдюш, чем Эрдюш. Другое дело, что последняя статья моя в кванте, там написали вот так. Я не знаю, вот ему очень хотелось это ЙО нарисовать. Но вы понимаете, да, по правилам русского языка ударение ставится на ЙО всегда. Вот чтобы не ставить его на ЙО, они нарисовали вот здесь ударение. Вот надо, надо, я уже не стал ничего говорить, мне просто очень понравилось. Ну, решил, пусть будет так, Эрдюш. Но Эрдюш это да, это похоже на правду, но, конечно, может, неизвращенный способ записи. Вот, короче, Чуретти на тот момент, на 83-й год, был молодым весьма человек, мужа, студентом. Вообще, задача молодых людей в каком-то смысле. Он был тогда студентом, а когда был школьником, он выигрывал международную олимпиаду в математике, был золотым медалистом. Причем, по-моему, неоднократно даже, но один раз точно. Вот, значит, в 1983 году они сделали некоторый шок в этой задаче, а именно они доказали. Но я прошу прощения, товарищи, я понимаю, что некоторых из вас такие функции пугают, поэтому я буду чуть-чуть занудно комментировать. Значит, функция выглядит вот так. Квадратные скобки это просто взятие целой части. Числа. Понятно, что под ними стоит явно не целое число. По крайней мере, не при всех оно является целым. Поэтому взятие целой части какой-то смысл имеет. Но, в общем, не очень значимо. Не очень значимо, потому что под знаком целой части стоит опять-таки геометрическая прогрессия. Ведь корень из тройки меньше, чем 2, правда же? То есть 2 поделит как корень из трех больше единиц. Эта функция растет как геометрическая прогрессия со знаменателем больше единиц. Ну, я даже могу написать. 2 поделить на корень из трех – это примерно 1,154 тысячных. Я это помню наизусть. То есть это мы каждый раз умножаем на столько. Понятно, что рано или поздно такая функция станет больше, чем гипотетическая 2N-1 и заработать товарища Данцера и Грунбаума больше, правда? Забавно другое. Забавно то, что она больше становится, давайте, значим, больше, чем 2N-1 при n больше либо равных 35. То есть, начиная с размерности 35, Эрдош и Фюретти доказали, что гипотеза Данцера и Грунбаума не верна. При этом о размерностях 4, 5 и так далее 34 они просто ничего не смогли сказать. Ну, понятно, что до размерности 3 гипотеза справедливо, это мы знаем. А что происходит в 4, 5, 6, 7, так, вплоть до 34, вот этот результат ответ не дает, он хуже, чем, в каком-то смысле, тривиальный, чем результат Данцера и Грунбаума. Вот, но тем не менее результат, конечно, совершенно выдающийся, потому что 1 из 154 в n при верхней оценке, которую знают с 1963 года, вот такой вот, это уже не так ужасно, зазор не так велик. Тут геометрическая прогрессия, тут геометрическая прогрессия, но, правда, знаменатель разный. Я понятно изъясняюсь? Вот. Дальше началась борьба в двух направлениях. А, нет, самое главное забыл сказать. Пафос этого результата состоял в том, что в отличие от Данцера и Грунбаума, которые построили явный пример, ну, то есть, прямо нарисовали точку, можно сказать, координат. И эти друзья доказали, что такой пример, вот такого размера, в котором все треугольники-астреугольники существуют, но никакого алгоритма его построения не предъявили. Это называется вероятностный метод в комбинаторике, то есть, они выбрали некоторое случайное множество точек и показали, что с положительной вероятностю его подможество, имеющее вот такой размер, состоит только из треугольных треугольников. Это очень красивая штука, и я с огромным пафосом в куче аудиторий рассказывал о том, вот видите, друзья, детские геометры не справились, пришли вероятностники, рядом же все рэди, шлеп. Такой вот замечательный результат. Но, правда, надо делать колоссальный перебор, прежде чем вы руками найдете тот пример, про который вы точно знаете, что он существует. То есть, если вы знаете, что пример существует, вы его в конце концов найдете. Только вы углопаете на это столько времени, что, может, ваша жизнь закончится, а вы его все еще искать хотите. А зачем он существует? Ну, главное, что он существует. Наша задача понять, есть он или нет. Но, с другой стороны, ну а зачем? Ну, хочется визуализировать карту, понять, как координат он выглядит. Может быть, может, что-то такое есть, не знаю. Ну, интересно увидеть прям вот явный этот пример. Ну, зачем? Зачем? Чтобы просто можно было им быстро воспользоваться, может, на практике где-нибудь пригодится. Молодец. Сейчас пока задача совершенно непрактическая, просто чистая математическая постановка. Ну, мало ли, вдруг пригодится как-нибудь. Вот, но пафос такой, что не предъявили, доказали существование. Получился такой результат. И дальше началась, как я уже начал было говорить, борьба в двух направлениях. Первое, это что происходит, если n находится в пределах от 4 до 34, то есть верна гипотеза, не верна гипотеза, чему равняется f от n на самом деле. И второе, ну, все-таки что? 1,154, двойка, или еще что-то промежуточное. То есть где правда-то? Правда вот здесь, а фатен не превосходит 2 в n, правда вот здесь или она где-нибудь в серединке? Ну, вот стали бороться. Значит, там был результат, который закрыл первую задачу. Во всех размерностях сейчас известны контрпримеры. во всех размерностях контрпримеры. Это сейчас известно. Но чему равняется f от n? Неизвестно нигде. Ну, кроме там 4-5. А вот касательно 2, 1,154, двойка, вот это-то самая пафосная история и есть. Самая удивительная, замечательная история.